Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем ряд серий о том, какой автомобиль можно купить за определенную цену. И сегодня мы продвигаемся дальше. И у нас тема, какой автомобиль лучше купить за 3000 долларов. Какой лучше купить, какой будет за эти деньги лучше обслуживаться, ездить, экономичнее и все остальные моменты. И какой потом выгоднее можно будет продать. А для начала хочу напомнить, что каждый из вас может прямо сейчас написать в комментариях свой вопрос. Или тему, которая вас интересует, на которую вы хотели, чтобы я снял отдельное видео. Поэтому прямо сейчас жмете на паузу и пишите в комментариях свой развернутый вопрос. Для того, чтобы я мог снять для вас на него детальный развернутый ответ. Также хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки. Особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки очень важны для развития канала. И чем больше будет лайков, тем будет больше интересных познавательных видео для вас. Поэтому не ленитесь и прямо сейчас ставьте лайк, для того, чтобы не забыть его поставить в конце видео. И обязательно досмотрите видео до конца, потому что там будет для вас очень важная информация. Поэтому жмем на лайк, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, а мы начинаем. Итак, что же можно купить за 3000 долларов? Дело в том, что чем больше, так сказать, по возрастанию цена, чем больше денег, тем появляется больше выбор. Машины становятся все лучше, свежее по годам и чем дальше это будет. Но опять же, чем больше выбор, тем больше вопросов, что же лучше купить. И то, что их много, есть хорошие, но среди этих тоже есть свое говно, которое можно купить и потом с ним иметь проблемы. И для этого я снимаю эти видео, чтобы вам рассказать все плюсы и минусы и какой лучше автомобиль за эту сумму купить. Потому что под каждую сумму можно выбрать свой автомобиль, который будет оптимальный за эти деньги. Итак, что же можно купить за 3000 долларов? Давайте сначала перечислю, что вообще возможно купить. Если вы зайдете на сайт продаж, вы увидите, что вам начнет сразу выбивать кучу ланосов, ну неимоверно там. Каждая вторая машина это будет ланос. Это просто их ценовая политика. Ланосов, гоноланосов много очень, то есть, и соответственно, их все продают. Ну вы не думали, что они тоже их все продают? Потому что они рассыпаются. И об этом уже у нас было отдельное видео. Поэтому я не рекомендую ланосы, потому что они очень сильно гниют. Их много в такси. То есть, соответственно, машина после такси... Грубо говоря, больше половины ланосов отъездила в такси. То есть и те же таксисты продают один ланос, покупают другой и откатывают его и так по замкнутому кругу. И потом вы покупаете этот ланос, который уже полностью разваливается. И будете с ним заморачиваться, с его обслуживанием. Я не рекомендую брать ланос. Дальше, что вы еще увидите на продаже? Я советую про иномарки пока что еще забыть. Если у вас 3000, если хотите иномарку, собирайте больше денег. Почему? Вам будут начинать там всякие BMW E36, BMW E34, то есть это тройка и пятерка BMW начала 90-х годов. Которые уже откатанные. Живой вариант, живая E36 будет стоить живая 5-6 тысяч. Да, их можно и за 2,5 купить, и за 3, 3,5, но вы учитываете, что это нижний ценовой диапазон. Потому что в каждом автомобиле есть верхний и нижний ценовой диапазон и средний. То есть если вы машину покупаете в нижнем ценовом диапазоне, это значит дрова и хлам. То есть и вы просто замучаетесь ее делать. Да, я согласен, что даже та убитая BMW будет лучше по комфортности, чем тот же относительно живой Ланос или вас. Но вы учитывайте, что оно все будет разваливаться, рассыпаться. И запчасти, соответственно, они не сильно на BMW дорогие. Но опять же, нужно будет их искать, нужно их покупать. Все равно чуть дороже они стоят. Это все делать. Сам по себе ремонт иномарки дороже. То есть потому что именно сама работа, это же иномарка. Вот. Поэтому я... Так же само там будут всякие Мерс, Фольксваген вам выбивать. Я не советую. То есть если хотите такого плана иномарку, собирайте денег больше. Допустим, если таких годов, даже 36-я, 34-я, надо больше денег. То есть за 3000 вы купите дрова. Поэтому не рекомендую. Дальше. Вам начнут также выбивать всякие там корейско-китайское говно, всякие джилли, шмилли и все такое. С виду вроде машина типа как бы иномарка, а на самом деле это полный хлам. Я не... Вообще вот это самое большее не рекомендую. Уже если на то пошло, уже лучше купить и тот Ланос, или ту убитую Е36-ю BMW, чем вот то корейское говно. Я его ставлю на самое последнее место. С виду эти машины еще такие более-менее что-то красивое, там салончик, и люди на это ведутся. А в техническом плане машина полный отстой. Потому что если изначально в машине нету конструкция ненадежная, как вы ее там не ремонтируете, оно не будет ходить. Потому что изначально машина не... Вот допустим вот та же BMW E36, конструкция надежная, то есть она продуманная. Если ее там восстановить в идеал, она будет ездить, ездить и ездить. А то корейское говно, оно ездить не будет, даже если вы там все новое поставите. Но опять же, чтобы BMW восстановить в идеал, вам надо будет потрачить еще одну стоимость такой BMW, а то и больше. То есть, поэтому нет смысла. Дальше. В этом диапазоне я рекомендую, не то что я опять же там за вазы, я вам вот рассказываю все плюсы и минусы. За эти деньги я советую купить хороший, живой ваз. Какой из вазов можно купить? Начиная с... Некоторые даже там уникалы, за 3000 могут 7-очку вам продавать какую-то там 2006-2007 года. Ну я думаю, что это точно не вариант. За Жигу классику такие бешеные, ну относительно бешеные деньги, как для Жиги платить. Можно взять свежую там под 10-й год, 2010-й там 9-очку или 99-очку. Но я тоже не советую это, потому что это верх ценового их диапазона. Соответственно, машины будут дешеветь. Дороже вы ее не продадите. Если такие машины, покупать надо за 1200, то есть, но не за 3. Дальше появляются у вас десятки, двенашки, тренашки, четырнадцатки, пятнадцатки, калины. То есть, уже выбор, как я говорю, чем больше денег, тем больше выбор. Что из этого я бы рекомендовал вам брать? Я бы лично советовал за эти деньги взять себе или 14-ку, то есть, 1.6-8 клапанную, или десятку, 1.6-16, то есть, десятку или двенашку 1.6-16 клапанную. То есть, ну, в принципе, это, почему не тренашка, потому что двухдверная. Ну, можно, в принципе, пятнашку. То есть, с этих машин, вот я бы советовал, десятка, двенашка, с 1.6-16 клапанными, или четырнадцатка, пятнадцатка с восьмиклапанными двигателями 1.6. То есть, вот это такой оптимальный вариант, что можно купить за три тысячи. То есть, ну, опять же, нужно смотреть, чтобы была в хорошем состоянии, чтобы соответствовала цена состоянию, а не просто там залупил. То есть, за три тысячи она должна быть в идеале. То есть, потому что нет смысла там покупать такие, ну, я имею в виду, чтобы вы заплатили адекватную цену, а не за дрова. Потому что среди этих машин тоже уже дров полно, и по техническому плану, и по кузову, и по салону. То есть, вот если вам, типа, понятно, что там есть и по четыре, и там просят. Я вообще считаю, что для ваза три это потолок. Все. Если у вас есть четыре тысячи, вы забываете вообще про вазы. То есть, ну, это мы поговорим в следующем видео. Все. Три тысячи это предел для ваза. Мы должны покупать машину. То есть, она должна быть в идеале чуть-чуть, как бы, не салона. То есть, если она убитая, нет смысла за нее такие деньги платить. Но это будет самый оптимальный вариант, потому что машина будет в идеале практически. То есть, свежая там, грубо говоря, там, десятого года. То есть, свежее можно найти. И с хорошим лакокрасочным покрытием, хорошим состоянием кузова, с относительно небольшим пробегом двигателя, с неушатанным салоном. То есть, и вы будете себе ездить и относительно не париться, а обслуживание ее будет достаточно дешевое, потому что запчасти на вас дешевые. А если еще возьмете именно четырку или пятнашку, восьмиклапанную, то это еще будет проще в обслуживании и дешевле. Поэтому я же говорю, каждый выбор делает для себя. И почему именно еще такая машина при продаже, чем она будет выгодна? Потому что за срок службы вы особо не потеряете в деньгах, то есть, затраты на эксплуатацию. При этом вы продадите ее практически за те деньги, потому что машина уже дошла до такого ценового диапазона, куда она уже практически ниже падать некуда. Потому что снизу ее подпирают более хуже вазы, то есть, которые точно не подешевеют. И поэтому цены относительно сильно практически падать не будут. То есть, они все, машина скатилась до своей цены, все, там она в принципе останется. А если вы купите тоже там, к примеру, BMW, вы кучу денег потратите за время службы на ней, то есть, на ремонт, они дальше будут продолжать обесцениваться. Не сильно, но будут, потому что их будут подпирать сверху другие модели, более свежие. То есть, там 46-я будет обесцениваться и будут сталкивать, почему сейчас так сравнялось, раньше 36-е стоили там 7-8 тысяч, а жиги там по 2, да. И жиги сейчас стоят по 2, и бэху можно за 2 купить. Потому что бэхи скатываются, а жиги уже дошли до своего предела, куда ниже уже некуда им. То есть, только на металл, грубо говоря. То есть, поэтому, и потом эту BMW вы, ну, продадите, грубо говоря, тоже там, потеряете, но немного, но на сроке именно эксплуатации вы потеряете очень много. И потеряете еще и много времени и нервов. Но каждый делает выбор для себя. А я напоминаю, что я занимаюсь доработкой головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может прислать свою головку блока или карбюратор на доработку. Работаю по наложке новой почты, вы присылаете, я дорабатываю и отправляю вам назад по наложке новой почты. То есть, оплата за работу, когда забираете назад готовые детали, вам, грубо говоря, останется их прикрутить и полететь. На канале есть много очень видео обзоров о доработке головок и карбюраторов. Отдельно есть плейлист о головках, отдельно о карбюраторах, отдельно о том, как валят мои машины с этими доработками. Поэтому, кому интересно, можете переходить, посмотреть. Под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Я всегда на связи, можете напрямую звонить, заказывать. Телефон непосредственно для заказа доработок. То есть, все вопросы, комментарии, консультации писайте внизу под видео. Все вопросы читаю, по возможности на все стараюсь отвечать. Поэтому, кому интересно, пишите свои комментарии. Также напоминаю, что прямо сейчас можете написать в комментариях свой вопрос или тему, которая вас интересует, по которой вы хотели, чтобы я снял отдельное видео с развернутым ответом. Поэтому пишите сейчас в комментариях развернутый вопрос. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто еще не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Потому что YouTube поменял свои алгоритмы. Теперь для того, чтобы получать уведомления о новых видео, нужно быть не только подписанным на канал, но еще и нажать на колокольчик. Поэтому не ленитесь. Я же говорю, и жмите на колокольчик. И это прямо сейчас можно сделать. Внизу под видео, возле ярлыка подписка. Если не подписан, обязательно подпишись. Рядом нажимаем на колокольчик, и тогда вам будут приходить уведомления о новых видео. И также это можно сделать на главной странице моего канала. Возле ярлыка подписка есть колокольчик. Потому что я за день выпускаю очень много интересных познавательных видео. Можно пропустить много полезной информации о вашем автомобиле. Делитесь данным видео со своими друзьями. Делитесь данным видео в своих соцсетях. Репостите данные видео. И тогда канал будет развиваться быстрее. И тогда будет больше интересных познавательных видео для вас. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания.